Продолжение следует... Жители нашего, наверное, самого лучшего города Владивостока и самого лучшего Приморского края. Наш край обладает уникальнейшей природой. У нас, не знаю, сошлось все. Растения и тропические, и северные, мы все имеем у себя в крае. У нас Владивосток, это чудесный город, расположенный на изумительных совках. А что мы получаем по факту? По факту сейчас наши нерадивые коммерсанты при поддержке, я считаю, преступных чиновников, просто уничтожают и нашу природу, и нашу экологию, и полностью унижают наши качества жизни. Что мы видим? Мы посмотрим, вот на совке, посмотрите, какое безобразие творится, как красиво можно было это сделать. Нет, мы видим просто налепленные пятна, эти многоэтажки, одно на другое. Причем они мешают друг другу. Если мы посмотрим, дом был, Орлиное гнездо 2, да? Сейчас перед ним вырос еще один непонятный квадрат, прямо у него, у них под окнами. То есть это происходит везде. У нас сейчас здесь присутствуют люди с улицы Надибаидзе 1, Херсонская. Тоже у них сейчас под окнами, хотят построить еще одну многоэтажку. У нас здесь люди присутствуют, сопки, где шли улица Шефнера, сопка Буссе, строят еще один 28-этажный дом. У нас здесь проблема, знаете, не только в находке. Угольная пыль, не только в находке, хотя броня в чате, у нас во Владивостоке же, пожалуйста, на Чуркине, там же ужас что творится, там нельзя открыть окно, потому что под оконники, и все засыпаны углем. Поэтому наши требования, мы все же, жители, только мы обладаем полной полнотой власти в нашей стране, и в нашем городе, и в нашем крае. И мы с вами здесь пришли, сейчас собрались, чтобы потребовать просто соблюдения. Мы не хотим чего-то сверх такого, что невозможного. Мы просто хотим жить хорошо, спокойно жить, качественно жить, чтобы хотя бы не ухудшалось качество нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, подходите, у нас тут несколько разных групп, каждый, пускай, высказывается. Берите проект, резолюцию у нас есть подготовленной. По факту проведения митинга мы в этом добавим резолюцию, пункты необходимые. И мы будем обращаться во все инстанции, начиная с администрации президента, кончая администрации Приморского края, прокуратуры, администрации города Владивостока. Вот сейчас мужчина, который страдает от угольной пыли, которая на чурке. Да, у нас там. Как вас зовут? Да, мне зовут Сергей. Я проживаю на улице Тополевой. Все, кто здесь собрался, я думаю, пришли по этому поводу, ну и по ряду других вопросов. На нашей улице просто невозможно дышать, и каждый год это творится. И мы пришли сюда выразить вот этот протест хотя бы таким образом. Но, конечно, это не последний раз, потому что жить становится невозможно в этом нашем красивом городе. И я призываю всех, всех людей, не будьте равнодушны друг к другу, не будьте равнодушны к чужим проблемам. Сегодня это касается нас, завтра это коснется вас. И мы выйдем точно так же на помощь к вам. Поэтому призываю всех выразить свой протест. И по поводу резолюции. Я там почитал, что наши товарищи нарисовали. Полностью с этим согласен. Но есть небольшое дополнение. Я бы седьмым пунктом внес туда призвание к ответственности тех, кто подписал свою резолюцию на документах, позволяющих точечную застройку, перевалку, угля и так далее. У меня все. Слово предоставляется Марине. Дорогие товарищи, подходите ко мне, говорите, что вы хотите выступить, и мы вас будем объявлять. Слово предоставляется Марине, общественная авиация «Брок». Здравствуйте. Я хочу снова поднять вопрос о застройке сквера по улице Борисенко. Там в 2016 году прямая медиа была анонсирована, что у нас будет благоустроен сквер. В итоге там построена насосная станция, раскопки ведутся и ТЦ школьная построена. Потому что, оказывается, в 2016 году этот участок, где построена ТЦ школьная, был продан на аукционе. Поэтому мне, соответственно, такой вопрос. Хочется, чтобы правоохранительные органы озадачились, как кусок земли, где нам было обещано, что будет построен сквер, что там были заасфальтированы дорожки. На прямомедиа можно даже увидеть фотографии. Там написано, что даже были подведены коммуникации под фонари. Но, увы, ничего этого не было сделано, даже было уничтожено. И подушка щебневая, и дорожки заасфальтированы, все уничтожено. Построена ТЦ школьная. Ну, хотелось бы попросить разобраться с этим вопросом. Спасибо за внимание. Прошу внести в резолюцию. Дорогие товарищи, есть еще желающие выступить? Хорошо. Слово представляется Алексею Борисенко, школьнику, живущему на Чуркине. Товарищи, я приветствую всех, кто сегодня сюда пришел. Для меня, жителя Первомайского района, который всю свою жизнь прожил именно здесь, у которого вся семья, все друзья, все товарищи, все живут на Первомайском районе, эта проблема, это одна из основывающих тем для того, чтобы выступать и приходить на такие протестные акции. То, что делает эта власть, это просто безответственно. Она не спрашивает мнения нас, простых жителей Чуркина. Она не слушает нас и делает только то, что ей вздумается. Поэтому, товарищи, это правильно, что мы выходим с вами на такие митинги. Это правильно, что мы с вами выходим на такие протестные акции. Надо зазубрить только одно правило, что лишь борьба дает права. Как только мы будем выходить на такие акции чаще, когда здесь будет стоять не 150 человек, а 1000 человек, именно тогда власть будет спрашивать нас, что ей делать. Так что, товарищи, я считаю, что экологическая проблема, это очень важная тема для выступления. Поэтому я считаю, что на такие протестные акции надо выходить еще и еще. Так что, товарищи, да здравствует борьба за свои права, да здравствует Приморский край. Долой такую власть Единой России. Ура! Дорогие товарищи, слово предоставляется гостям из Находки Лире Акрамовне. Мы из многострадального города Находки, где уже несколько лет угольный беспредел, А проблемы с угольной пылью озвучены еще в 2013 году. Чуть ранее начался угольный беспредел ОАО Владивостокский морской рыбный порт в отношении жителей улиц Тополевая, Дубовая, Березовая, части улицы Калинина и других улиц города Владивостока. 27 мая еще 2016 года Роспотребнадзор информировал меня лично. Управлением организована точка мониторингового исследования по адресу улица Тополевая, дом 46, город Владивосток. Позавчера мне стало известно, что в одном пятиэтажном доме этой улицы от рака легких умерло уже четверо человек. Дети Тополевой рискуют не повзрослеть. Это стало возможным, по нашему мнению, основанному на анализе происходящего благодаря высшей степени коррумпированности должностных лиц Роспотребнадзора или их несоответствию занимаемым должностям. Если лабораторными испытаниями атмосферного воздуха установлено, что среднесуточная концентрация пыли неорганической, не превышает гигиенические нормативы предельно допустимой концентрации ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, а люди умирают от рака легких, то требуется либо изменить гигиенические нормативы, либо изменить график проведения мониторинговое исследование загрязнения атмосферного воздуха в ранее указанной точке. Вносим предложение в резолюцию. Обращаемся к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяка с требованием принять действенные меры для прекращения экоцида жителей улицы Тополевой, города Владивостока и города находки Приморского края. Далее подробнее, еще дополнительно. Обязать Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю принять график забора проб атмосферного воздуха в точке по улице Тополевая, дом 46, город Владивосток, вторник и пятница, еженедельно, с сентября по май включительно ежегодно. Второй пункт. Организовать комиссию для проверки соответствия санитарно-защитных зон площадок перевалки угля СП 42.13330.2016 ну и ранее 2011 и предыдущие версии документов. Наличие в составе каждой санитарно-защитной зоны обязательного элемента в зеленой полосе шириной не менее 50 метров состоящей из деревьев и кустарников. Третий пункт. Обеспечить проверку этой же комиссии в соответствии процента озеленения санитарно-защитных зон нормативному не менее 60 процентов, учитывая, что зеленая полоса шириной 50 метров, состоящая из деревьев и кустарников, не может быть сокращена и разрежена. Четвертый пункт. Принять меры с привлечением прокуратуры, чтобы деятельность предприятий, осуществляющих перевалку угля и других сыпучих грузов, которыми не соблюдается любой из трех вышеперечисленных пунктов, была в кратчайшие сроки остановлена до устранения нарушений закона. И к губернатору особый пятый пункт. Требуем отменить все соглашения с предприятием, осуществляющими перевалку сыпучих грузов с нарушением законодательства, так как меры по пыли подавлению не приносят реальный результат. Угольная пыль проникает в жилые помещения через пластиковые окна в недопустимых количествах. Угольной пылью дышат дети в санитарно-защитных зонах по факту, а не тех, которые нарисовали продажные проектировщики, расположены дошкольные и общеобразовательные учреждения. Обращаемся в прокуратуру Приморского края с ходатайством проведения разъяснительных мероприятий для должностных лиц органов местного самоуправления о необходимости соблюдения вышеперечисленных норм и уголовной ответственности за совершение преступлений против человечности, по которым нет сроков давности. Если должностными лицами не будет осуществлено все вышеперечисленное, оставляем за собой право обращения в ООН по факту совершения преступлений против человечности. Я утверждаю, что в городе Находки, как и на улице Тополевой, нет этой зеленой полосы шириной 50 метров. То есть все эти площадки действуют незаконно. И все они должны были быть закрыты с первого же обращения жителей. Мы видим, что у нас происходит. Это улица Тополевая пришла, чтобы выразить свой протест. И в следующий раз людей будет еще больше. Но я не советую пить терпение народа. Прислушайтесь. Это нести в резолюцию. Кто за данное предложение? Дорогие товарищи, резолюцию будем принимать в конце со всеми предложениями. Поэтому не стесняйтесь, предлагайте. Прирограмма нам оставится. Слово представляется активисту Татьяне Сопки-Бусе. Добрый день всем неравнодушным. Мы сейчас как ополченцы. Как сводки с войны. Вот честно. Там вырубили, там разгребли, там пыль. Люди погибают. За что? Ради чего? Вот скажите. У нас красивый город какой. Я представительница Сопки-Бусе. Что я хочу сказать? Вот уже полгода мы бьемся за то, чтобы в конечном итоге прекратили строительство 28-этажного дома. То есть там категорически было запрещено, была территория Ж2. Естественно, всеми путями, любыми путями, за любые деньги делается все. Перевели в Ж3 и приступили к строительству 28-этажного дома. Благодаря Самсонову Артему Анатольевичу он нас вывел в люди по-честному. То есть мы даже присутствовали на совещании в администрации города, где столкнулись с таким безразличием. Да нафиг мы никто не нужны там. Вот. На сегодняшний день и хочу сказать, эта территория, которую сейчас расковыряли, находится под охраной государства, как объект культурного наследия. Наплевать на все. Благодаря прокуратуре Ленинского района и нашего города немножко сдернулось с места. И на сегодняшний день отозвали разрешение на это строительство и перевели Ж3 в Ж2. Поясню, что такое Ж3 и Ж2. Ж3 позволяет строительство высотных домов. Ж2 только малоэтажных. То есть такие дома, в котором живу я и многие мои соседи. не более четырех этажей. Потому что, во-первых, перекрывала вот эта махина, которая была бы 90 метров вверх и 50 в ширину, перекрывала бы полностью восточные, вернее, дома, которые смотрят на восток. Полностью. То есть мы бы находились без солнца и без света. Вот такие вот дела. И поэтому не оставайтесь равнодушными. Во-первых, надо идти до конца. И я так думаю, что и нам немало еще потрепят нервы. Так что мы ополченцы, мы победим. Спасибо большое. Слово представляется Ивану, жителю Первомайского района. Добрый день, друзья. Я против, чтобы возле кладбища был садик на Тихвинском. Он мешает это. Что ребенок будет глазами видеть это грустное зрелище? Я считаю, его надо перенести в район Сочинска, где нормальная атмосфера, никому мешать не будем. И еще хотел сказать по улице Постышева, Адибаидзе 1, всем нужно объединиться на одной площадке и всем вместе отставить интересы. Только так можно победить. Я бы хотел дать время, чтобы чиновники, депутатский корпус по-тихвинской подумали, что лес нужно сохранить 2-3 недели. Если этого не произойдет, я думаю, нам всем нужно поставить палатки и отстаивать свой протест показать. У меня все. Слово представляется жителю Дополевой Инессии Алексеевны. Я хочу сказать, что живу потом в 46. У нас дом в 69-м год. Крыша у нас уже течет, походу вода не снег. Крыша у нас уже течет, люди сами с людьми собрали смету. Я замерила крышу, полезла, хотя мне уже под 80 лет, залезла и замерила крышу, чтобы нам сделали кровлю отремонтировали. Наша кровля где-то получилась на 1,2 млн. А нам сейчас наша компания не хочет эту кровлю делать, а предлагает кровлю за 14 миллионов, которую наш дом не в состоянии оплатить. у меня такая просьба к администрации, почему нам не делают мягкую кровлю, которая стоит намного дешевле, а предлагают дорогую. Хотя знаю, что у нас жители, много стариков в доме, у людей нет столько денег платить за эту крышу. Все, прошу включить протокол. Спасибо. Спасибо. Слово представляется председатель движения по продействию коррупции Довганюгу Бедр Михайловичев. Здравствуйте, уважаемые. Здесь лучшие люди собрались, я в этом не сомневаюсь. Но беда в том, что все беды на нашей земле происходят по неравнодушным. Здесь неравнодушные, а равнодушные сидят дома и ждут, когда неравнодушные за них отработают ситуацию. Я хочу напомнить, что единственная задача, которая обязана выполнить вся система власти записана в пункте 1 статьи 7 Конституции обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека. Я думаю, что все согласятся со мной, что система власти в Приморском крае эту задачу решает строго наоборот. Благодаря работе системы власти во главе с так называемыми губернаторами при молчаливом согласии или поддержке депутатов от партии Единая Россия творится беспредел в самом настоящем Приморском крае. Приморский край, по моей оценке, превращается, по нашей оценке, должно быть так, постепенно превращается в зону бедствия, в отхожее место. Московские деятели типа Мерси Трейд, РусАгро, китайцы ведут себя как оккупанты на нашей территории. С чего разрешение начался угольный геноцид? С разрешения Миклушевского. Кто разрешил строить нефтехимический комплекс Патии Елизарова на берегу залива Восток в месте, которым категорически нельзя строить столь опасное производство Миклушевский? На мой запрос Кожемяки что вы пообещали Сечину за то, что он стабилизирует цены на бензин? Случай не поддержит или строительство этого смертельного опасного нефтехимического комплекса? Отмалчивается. Спасский район превращается в отхожее свинское место. В Хасанском районе реку Амба Нерестовой подарили китайцам. Они сейчас там беспредел творят. И так по всему краю. В Надеждинском районе в районе Соловей Ключа отдали китайцам нашу территорию с уникальными углями, которые они будут возить к себе в Китай. А эти угли содержат редкоземельные металлы, в том числе золото и платину. Китайцы всю территорию зачистили от леса и на перевале на водоразделе будут открытым способом добывать уголь. Местные депутаты подняли тревогу, бьются, пишут в прокуратуру. Поднимите руку, кто согласен, что у нас есть прокуратура. Спасибо, нет у нас прокуратуры, поскольку те, кто называются прокурорами, абсолютно не обеспечат верховенство законов, на территории Приморского края. По уголю, по этому углю находки начались, резкий рост с раковых заболеваний начался. Ни одного уголовного дела не возбуждено. Штрафует отравителей воздуха. Поэтому, ребята, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, кто здесь пришел, нам система власти все время подбрасывает ту одну, ту вторую, ту третью гайку, которую мы жуем, жуем, жуем вот таким образом. Пока мы с ней разбираемся, они в другом месте нам подбрасывают проблему. Проблема у нас одна, единственная. Это самая коррумпированная в крае партия Единая Россия. И если мы в 2021 году не прокатим эту партию, считайте, я уверен, мы потеряем наш край. Просто потеряем. И хочу, чтобы все понимали, что такое ТОР. ТОР это передача любому иностранцу нашей территории на 70 лет без права контроля с нашей стороны. Это замухлеванная, замурыженная, так сказать, прикрытая, затемненная торговля нашей землей. По-другому я это назвать не могу. Я призываю всех, кто здесь стоит, активизировать свою гражданскую позицию, свою политическую работу. разговаривать с друзьями, с соседями, в семье, поднимать, активизировать гражданское общество. И помните, в 21-м году выборы в законодательстве собрания Приморского края и в государстве Летун. Напоминаю, что без пенсии лишили наших детей и внуков депутаты от партии «Единая Россия». Спасибо всем. Слово предоставляется Евгении, жительница Чуркина. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Так получилось, что мою семью трогают две проблемы. Это угольная пыль. Я живу на улице Тополева. И точечная застройка. Моя свекровь живет на улице Брянской. Это напротив театра оперы и балета. Они живут там как в оккупации уже больше двух лет. Вокруг них три стройки. Остановить их мы не можем. Мы бьемся. Уже третий год. Вообще просто ничего не сдвигается. Улицу нам ничего не предлагают ни сносить, ни давать жилье, не выкупают нас. Просто они выкупают рядом участок, либо в администрации берут в аренду и возводят дома в 25 этажей. Людям там жить просто уже невозможно. Это перебои со светом. Это шум и в 11 ночи. Это вот так грязи по колено. Невозможно пыли летом. Ну и вторая проблема еще раз говорю. Я живу на улице Топольная угольная пыль. Я живу там не так давно. Столкнулась с этим. Я не знала, что там такая проблема. И теперь я намерена с ней бороться, потому что жизнь меня толкнула в это. Я в это верю. Меня всегда столкают такие истории. Причем нечаянно. Верю, что мы поможем и поборемся с этой пылью. Потому что там живут наши дети. У нас очень красивая, маленькая, уютная улица. Мы хотим жить там в красоте. Достойно. Мы достойны нормальной жизни. Наши дети достойны гулять по белому снегу, по зеленой траве. А сейчас они как шахтеры. Поэтому призываю всех жителей не быть равнодушными к нашим проблемам. меня вчера эти проблемы все не касали. Сейчас они меня касаются. И сейчас они не касаются вас, завтра они могут коснуться вас или ваших родных. Потому что точечная застройка повсеместная. Это уродует наш город. Я родилась в этом городе, живу в нем всю жизнь. И хочу, чтобы у нас было красиво везде. Поэтому жители, давайте объединяться и бороться с этим всем. Власти ничего не решают. я была у многих чиновников на приеме. Последний раз я была у полномоченного по Приморскому краю по строительству. И там была еще комиссия небольшая, серьезная. Один сидит в телефоне, он даже на меня не смотрел. Другой нагло мне говорил, ерунда какая. Сам полномоченный конечно сказал, что он против точечной застройки, но сделать ничего не может. Вот такая ситуация у нас в правительстве. Поэтому если мы должны только объединяться и быть против этого всего. Я думаю, что вместе мы сила это мой лозунг. У меня все, спасибо. Дорогие друзья, нас сегодня здесь объединяют наши общие проблемы. Это угольная перевалка угля, это точные застройки, это проблемы с экологией, это то, что у нас с вами забирают скверики. И у всех общих проблем у нас есть один враг. Это администрация и руководство нашего города и края. Потому что там сидят одни жулики и воры. Потому что они не хотят принимать генплан. А почему они не хотят принимать? Они боятся, потому что они потеряют прибыль, тот способ заработка нелегальный, благодаря которому в 90-е в нашем городе, в центре города пропала куча хоккейных коробок, сквериков, но выросли у нас в центре бизнес-центре. Тот же самый Семеновская, там был замечательный сквер, а сейчас там у нас Креверхаус. Кто получает с этого барыши? Администрация, чиновники, олигархи, только они. А потом строят они в нарушении правил, и мы получаем такие проблемы, как в Костромской области, как хромая лошадь, и гибнут обычные люди, мы с вами, а они на этом наживаются. Дорогие друзья, я призываю наше безразличие может нас погубить. И если мы с вами дальше продолжим отстаивать свои права, продолжим выходить, только тогда эти чиновники увидят и поймут, что они боятся нас, и поймут, что с народом надо считаться, хватит спать, дорогие товарищи, пора бороться за свои права. Спасибо. Спасибо, Гений. Так, еще есть выступающие. Кто еще готов выступить? Как вас зовут? Александра Здравствуйте. Угольная пыль, точечные застройки, грязь в нашем городе. Это сегодня чисто здесь на площади. В другие дни идешь неимоверная грязь. Вот Грунзинская находится. Там ежедневно дворник, уборщица все это делают приборку, а здесь некому. Проточечные застройки ее бы не было бы, если бы администрация города Владивостока не принимала бы, не делала бы перерасчеты по нормам, которые положены на земельные участки каждого дома. Если раньше расчеты были таковы, сколько квадратных метров жилой площади в доме, столько квадратных метров должно было быть территории. А сейчас они за каждым разом изменяют расчеты, и нам не остается места для тротуаров, ну и не говорю там про дороги и про то, чтобы возить на колясках детей. Поэтому, конечно, начинать надо, наверное, с этого, когда приходят новые вот эти расчеты, и с них спрашивать, из каких умозаключений они делают такие расчеты, которые не позволяют жить, а нет, а люди должны потом сталкиваться лбами и ссориться, по чьей территории ездят машины другого дома. Я проживаю на полуострове Шкота, в народе это говорят и Гершин, и там у нас Леонова 64, мой дом, а построили Леонова 66, вынуждены ездить по нашей территории, которая оформлена, строится над домом Леонова 70, который тоже уже сейчас еще народ не заселен в этот дом, а уже видно, что им некуда проезжать, и они опять будут вынуждены ездить по нашей территории. И сколько можно с этим ругаться, судиться и возмущаться? В самом деле, вот, наверное, поэтому и не принимается генеральный план, потому что, во-первых, эти незаконные расчеты, принятые домом города Владивостока. Давайте вот начинать с этого. Спасибо за внимание. Значит, у нас проблема не только с генеральным планом, который более-менее принят. У нас нет планирования, не разработана планировка территории, это такой же самый генеральный план, только более глубокий, где рассчитано, сколько живет человек, сколько нужно парковочных мест здесь, сколько нужно магазинов, школ, садиков, сколько нужно реальных домов, сколько нужно скверов, парк. У нас вот этого нет. Это уже вроде делается, 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 и стоит на одном месте. Упрек стороны депутатов Думы города тоже в данном случае не совсем правильный, потому что вот эти вот откладки, есть закон, по которому утверждены нормы, сколько должно быть зеленых насаждений, сколько должно быть парковочных мест, и эти нормы недостаточно большие. но потом есть у нас комиссия, которая составляется из чиновников исполнительной власти, которая в эти нормы, когда к ним, не знаю, заносят ли, не заносят, я не буду, это должны работать правоохранительные органы, а не мы же должны принимать решение, но потом эти нормы путем отклонений изменяются, чем изменяются очень сильно, должно быть 60% зеленых дождей, их делают 20, должно быть минимум при застройке 6 метров от границы участка земельного, а строят вплотную, нельзя по закону строить дом вплотную к границам участка, у нас строят, и почему-то надзорные органы спокойно это смотрят сквозь пальцы, не обращают на это внимания, а здесь есть у нас депутаты городских, вот Александр Александр Шутевич, депутат по Ленинскому району, Кочугова Наталья Юрьевна депутат, у нас вот Евгений Лишенко Чуркина депутат, живет на Надебоидзе, давайте дадим ему слово и позволим зачитать резолюцию. Еще есть записавшиеся, пока простим, Женя, извини, тебе позже дадим слово с резолюцией. Здравствуйте, уважаемые жители, меня зовут Дымникова Ольга, я представляю общественную организацию БРОК. Вопрос, который меня очень волнует, он связан с нашим городом, он связан с его застройками, именно с тем, о чем сейчас говорил Артем, это огромная проблема, которая корнями уходит в административную структуру, которая на сегодняшний день совершенно беспредельно занимается продажей наших территорий, ее использованиями в незаконном совершенно формате. буквально вот, скажем так, вчера происходило одно событие, притом оно происходило на площадке администрации города Владивостока, и связано оно было с уничтожением леса на улице Тихвинская, где совершенно введенные в заблуждение граждане, как мы считаем, были привезены на автобусе в зал заседаний, и им было рассказано, какие бедные несчастные дети в этом районе не проживают, в котором люди, имеющие санитарно-защитную зону в виде леса, не позволяют в этом самом лесу построить детский сад. Эта ситуация сегодня мустируется во всех средствах массовой информации, обманывая и пропагандируя, скажем так, совершенно вообще недостоверной информацией, апеллируя и выставляя в качестве негативных каких-то вообще злых, не знаю, каких-то демонов, людей, которые имеют право жить вместе, жить возле дома, иметь возле дома лесную часть, которая защищает этих людей от выбросов, которые идут от крематория на крадбище морском, от центра по утилизации отходов, от ТЭЦ. И вот эта вот ситуация просто загоняет в тупик, скажем так, процесс с каким-то очень интересным таким аспектом, в котором мы не видим заботы о жителях города со стороны администрации. И такая ситуация у нас на сегодняшний день в городе находится не только на улице Тихинская. Огромное количество проблематичных, скажем так, земель, проблематичных точек, которые называются сегодня точечными застройками, связаны с этой нечистоплотной деятельностью определенных структур, управления архитектурой и градостроительства, является рассадником, скажем так, утвержденным в законе преступником. У нас на сегодняшний день есть всем известный лес, который находится в районе Змеинки. В генеральном плане он внесен как район подразвития новой жилой застройки. Любое зеленое место в нашем городе, любой парк, любой сквер рассматривается администрацией как место, которое не имеет стоимости для ее приобретения. И продается, спекулируется для строительства торговых центров и многоэтажных домов. Для того, чтобы прекратить это безобразие, людям в городе Владивостоке необходимо объединяться. На сегодняшний день есть такие формы хозяйственного управления, как ТОСы. Я думаю, что многие, наверное, уже слышали об этой форме. Они предполагают самоуправление жителей не только на уровне их дома, но и на уровне района, в зависимости от того, как соберутся люди, как они объединятся и позволят им после этого предотвратить подобные нарушения закона. После того, как образуются такие управления, у администрации города не будет появляться возможности располагать на территории дворов, на территории их скверов никаких подобных вот таких вот сооружений. поэтому я приглашаю всех обратиться с других внимания на данную форму управления. И здесь на самом деле сегодня присутствовали люди, которые хорошо разбираются в этом вопросе и могут донести эту информацию до всех граждан для того, чтобы в дальнейшем мы становились объединенными и сильными. Спасибо. Вам как зовут вас? Здравствуйте. Я из Находки приехала вас поддержать. И я вам хочу напомнить недавно в прессе значит была информация что у господина Даркина произошло ограбление в его апартаментах в городе Москва. Но мы находкинцы прекрасно знаем кто ограбил наши порты в родном городе украл рабочие места и чистый воздух. И была еще информация что обокрали семью Кожемяка. Я хочу отметить что члены этих кланов семейных побежали в милицию. Они почувствовали себя оскорбленными. У нас крадут у нас крадут здоровье наших детей. Чистый воздух рабочие места и мы не должны это все терпеть. Я хочу вам напомнить слова Конфуция который сказал с добрыми по доброму со остальными по справедливости. Ну поэтому делаем выводы и действуем. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Ну что я предлагаю дать слово сейчас Евгению Лешенко. Он зачитает резолюцию митинга. Плюс добавляет добавить сюда все что сегодня говорилось мы добавим будем отправлять его в полном последовать. Резолюция митинга против точечной застройки защиты лесов зеленых насаждений и открытую перевалку угля в Приморском крае 16 февраля 2012 года. Нас собравшись на привокзальной площади города Владивостока нерадовнувших граждан безмерно тревожит ситуация которая свожилась в городе Владивостоке находки и прочих городах и районах Приморского края. Мы возмущены тем что нечистоплотные коммерсанты при поддержке коррумпированных чиновников строят свой бизнес и получают прибыль за счет ухудшения качества жизни простых жителей Приморского Китая. Ради сиюминутной выгоды вырубаются скверы леса уничтожаются водоемы разрушается уникальная экологическая система нашего края. Чиновники в свою очередь закрывают глаза на грубейшие нарушения градостаительных и экологических норм. Нередки случаи когда жители получают получают во дворе где они гуляли еще детьми вместо сквера очередную многоэтажку лес где они любили проводить выходные вырубают окна в квартире они не могут открыть из-за непрекращающей угольной пыли. При этом есть множество бывших разрушенных баз производственных комплексов бараков эти безжизненные пустыри взятые в аренду или полученные собственность неродимыми корресантами в лихие 90-е выглядят как лишайные язвы на карте города но вместо использования этих безжизненных пространств для строительства новых объектов вырубаются леса с реликтовыми растениями нам надоело это терпеть мы жители Приморского края требуем завершить создание проекта планировки территории города Ульевостока с обязательным привлечением общественности для определения границ скверов лесопарковых зон законодательно определить понятие точной застройки и впредь не выдавать разрешение на строительство объектов точной застройки только или только после согласования с жителями проживающих на смежных земельных участках раз и навсегда запретить Приморскому краю открытую перевалку угля защитить сквер на остановке Гоголя для этого перевести земельный участок с кадастровым номером в реконструкционную зону позволяющую строительство на данном участке исключительно парков и скверов перевести земельный участок с кадастровым номером из зоны разрешенной использовать поджилую Ж3 в реконструкционную зону объектов культуры и спорта и зону отдых Р2 отозвать разрешение на строительство живых домов на участке на Дебоидзе 1 и Херсонская 8 и улице Шепнера так установленные правила землепользования на данных участках не предполагают строительство многоквартирных домов прекратить вырубку лесов в районе сад города также дорогие товарищи мы добавляем все пункты которые были озвучены Лирой Акрамовой и были предложены вами в выступлениях кто за данную резолюцию прошу вызывать я хотела сказать что точечная застройка всегда противозаконна потому что наш город проектировали те кто был до нас и они знали как это надо делать в соответствии с нормами и в то время невозможно было это сделать а все эти нормы существуют до сего дня поэтому никаких согласований с местными жителями точечная застройка должна быть запрещена вот я прошу отдельно за этот пункт давайте в целом в целом за все проголосуем кто за прошу голосовать кто против кто воздержался спасибо большие товарищи спасибо всем кто принял участие в нашем митинге митинг объявляем закрытым по-русски 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 Продолжение следует...